Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своих парфюмах января, чем я пользовалась в январе. И начну я с новинки от Avon. У меня все парфюмы будут от Avon. Это Encanto, такой красный аромат. В принципе, я тестировала все новинки, но вот этим я успела пару дней попользоваться. Даже тройку. Очень он мне понравился. Очень красивый аромат. Здесь сладость фруктов, малина, цветы такие нежные. В общем-то, аромат очень красивый. Аромат скорее на весну. Ну, прям он как внешне красивый, так и по аромату очень красивый. Следующий аромат Summer White. Синенький. Это аромат весна-лето. Очень свежий. Прям такая свежесть. Немножко есть какая-то такая терпкость, что ли. Вот как будто бы прям горчинка какая-то. Но в основном аромат прям такой свежий-свежий. Но не... Свежесть не зеленая, не цитрусовая. Какая-то немножко... Такая насыщенная свежесть. Она вот как-то, я даже не знаю... Как свежесть чистоты. Но какая-то более глубокая. Еще один аромат от Summer White. Здесь, к сожалению, не написано. Summer White Paradise, по-моему. Это весенний такой аромат. Может быть, даже и летний. Тоже свеженький, но уже здесь свежесть такая немножко фруктовая. Может быть, цветочно-фруктовая. Такой легкий аромат для любителей чего-то свежего, нежного. Аромат такой, как сказать, ностальгический для многих. Аромат Trizelle. Для меня это цветы. Цветы какие-то больше пылевые, что ли. В общем-то, что-то такое, хочется сказать, пахучее. Не свежее, не яркое, не весеннее. Аромат больше, наверное, осень-весна, но, наверное, больше осень. Ну, в общем, какие-то душистые такие цветы. Не могу понять. Но вот мне представляется что-то такое пылевое, мелкое. Знаете, какие-то цветы, которые растут такими кустиками на лугах. Маленькие, либо беленькие, серенькие. Вот что-то я не уловлю. Но для меня это не аромат сада, а именно аромат поля, луга, чего-то такого. Еще один ностальгический аромат, аромат Célebre. Этот аромат цветочный, свежий. Чувствуется пион. Такой немножко нежный. Вот какой-то нежно-свежий. Свежесть немножко такая насыщенная, яркая. И вот нежность, которая его немножко приглушает, это больше весна, скорее. Ну, может быть, осень немножко. Ну, как вы поняли, я не использую ароматы по времени года. Того, чего мне хочется, тем я и пользуюсь. Аромат скорее осень, может быть, немножко зима. Восмирайз Блэк. Для меня это прям чуть ли не копия мужского аромата виски. Очень он мне нравится. И вот когда я его вдыхаю, мне хочется произносить только одно слово. Он мягкий. Мягкость. Ну, так, если хорошо подумать, что-то немножечко сладенькое. Ну, вот я не объясню. Для меня это вот именно мягкий аромат. Аромат, по которому я соскучилась, это Little Red Dress. Давно, мне кажется, я им не пользовалась. Это осенний аромат. Это вообще, мне кажется, больше вечерний аромат. Это что-то такое сладко... Не знаю, сладко-древесное, что ли. Нет, какие-то специи. Вот и сладость, и специи. Ну, в общем, очень интересный аромат. Очень стойкий аромат. Больше вечерний. Ну, прям такой дорогой. Малютка, которая мне вот прям ассоциации с летом, это Lime Verbena St. Essence. Это... Ну, я так сейчас... Это свежесть такая... Цитрусово... Цитрусово... Такое что-то цветочное... Чайное какое-то, что ли. Ну, прям очень приятный. Больше, наверное, летний аромат. Еще один аромат, который тоже такой весенний-летний. Тоже St. Essence. Это уже MAC. Этот уже... В другом месте. Это вот цветы, которые я нигде никогда вот такой цветочный аромат не чувствовала. Он ни на что не похож. Вот они такие сладко... Не знаю. Вроде бы простенький такой аромат. Такой немножко сладенький. Такой, но в то же время такой красивый. Вот ни в одном аромате Avon я таких цветов не чувствовала. Аромат, скорее, зимы. Это серия Tata. My Everything. Это... Аромат. Он очень насыщенный. Он очень даже, я бы сказала, удушливый. Его нужно совсем чуть-чуть. Я один раз переборщила с ним, потому что мы куда-то ехали. И мне нужно было... Я не брала с собой этот аромат. Я знала, что целый день... Я не хотела, чтобы он как бы пропал куда-то. И я с ним переборщила. Боже мой. Бедные люди, которые вокруг меня находились. Я сама от него задохнулась. Все остальные, не знаю, наверное, тоже. Поэтому его нужно прям совсем чуть-чуть. Он очень насыщенный. И вот именно удушливый. Потому что он сладкий. Сладость приторная. Но эту приторность прям перебивает слишком насыщенные какие-то тяжелые цветы. То ли роза, то ли что-то такое прям насыщенное, что не дает быть этому аромату приторным. Вот эта приторность, она какая-то именно цветочная. Вроде бы здесь, знаете, и какой-то карамелькой пахнет. Такой, знаете, соленой карамелью, что ли. Но вот настолько вот это вот все намешано, перемешано, что я не могу сказать, что это вот прям приторный аромат. Он какой-то приторно-ярко-удушливый. В общем-то так сам по себе. Особенно зимой. Он красивый. Но его надо совсем-совсем чуть-чуть. Прям один пшик. Двух даже будет много. Еще один скорее зимний, может быть немного осенний аромат. Это тоже серия ТТА, Инхат. Такой с сердечком. Сейчас, по-моему, нет в каталогах. Это для меня вообще это смесь ароматов Тудей и Тумору. Что-то взято прям вот цветы от Тудей. А вот это вот небольшая такая насыщенная горчинка, не горчинка, специи какие-то. Вот из Тумору взятые. Это вот для меня прям смесь тех двух ароматов. Он прям такой насыщенный. Он немножечко тяжелый. Он не сказать, что будушливый, но все-таки вот тяжесть присутствует. Поэтому его вот лучше на холодное время суток. Лучше, может быть, на улицу куда-то. Потому что все-таки он немножко тяжеловат. Это все мои парфюмы января месяца. Я надеюсь, что вам понравилось. Потому что я обожаю эту тему. Парфюмы – это моя слабость. Конечно, в последнее время тени больше моя слабость. Но парфюмы я все-таки люблю. Прям вот, может быть, чуть меньше. Но все-таки обожаю. И вас я тоже всех люблю и обожаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok